И начнем вносить входящие остатки. Входящие остатки по счетам я напомню, это те данные, которые у вас уже были в предыдущие периоды на предприятии, если ваше предприятие работало до этого. У нас предприятие работающее, мы просто переходим на учет в программе 1С Бухгалтерии 8, поэтому у нас есть остатки. Если у вас предприятие новое, то остатков, скорее всего, здесь не будет. Для того, чтобы внести входящие остатки, мы заходим в меню предприятия и выбираем пункт «Ввод начальных остатков». Вот здесь у нас устанавливается дата. Сейчас у нас по умолчанию установлена дата 31 декабря, потому что рабочая дата при вводе остатков устанавливается на один день раньше. Поскольку мы начинаем вести учет с 1 января, мы установили дату 31.12.2012, то есть на один день раньше. И нажимаем «Установить». И у нас появляется табличка, в которую мы будем вносить наши остатки. Первый остаток у нас – это остаток по 0.1 счету по шкафу выпечному. Для того, чтобы внести остаток, мы встаем на нужный нам счет и два раза щелкаем левой клавишей мыши. Либо нажимаем на эту инстаграмму «Вести остатки по счету». И далее здесь нажимаем «Добавить». Нам нужно добавить новое основное средство. Основное средство у нас – это шкаф выпечной. Я его скопирую. И можно нажать «Уйти». Шкаф выпечной. Далее мы его выбираем. И заполняем данные по стоимости. Первоначальная стоимость у нас – 399.500. И в налоговом, и в бухгалтерском учете. Соответственно, сумма накопленной амортизации у нас – 188.000. Далее способ отражения расходов по амортизации. Поскольку это у нас цех, мы выбираем счет 25. Далее переходим на бухгалтерский учет. Здесь нам нужно заполнить материально ответственное лицо. Но это у нас приобретение за оплату. Все верно. Материально ответственное лицо выбираем директора. Способ у нас линейный. Срок 85 месяцев. График нам не нужен. Модернизации у нас не было. Переходим на налоговый учет. Здесь тоже смотрим, чтобы было 85 месяцев. У нас основное средство введено в 2009 году. Поэтому здесь мы ничего не заполняем. Модернизации у нас не было. И в событии нам нужно указать, когда мы приняли к учету это основное средство. Мы его приняли к учету 15 августа 2009 года актом приема-передачи номер 30. И после этого можно нажать ОК. И у нас шкаф вопечной. Соответственно добавляются наши остатки. И вот здесь обязательно указываем, какое подразделение у нас. То есть в каком подразделении у нас находится шкаф вопечной. Он у нас находится в подразделении цех. Соответственно мы выбираем цех. И можно нажать ОК. Второе основное средство, которое нам нужно внести как входящий остаток, это ноутбук Ассор. Этот ноутбук уже относится к администрации. То есть находится в администрации. Точно так же здесь нам нужно просто добавить еще один остаток уже по подразделению администрации. То есть выбираем администрацию. Нажимаем Добавить. И добавляем основное средство ноутбук. Выбираем его. Первоначальная стоимость у нас этого ноутбука 60 625 рублей. Амортизация 12 125. Поскольку подразделение уже у нас администрация, мы будем начислять амортизацию на счет 26. Далее на закладке «Бухгалтерский учет» опять выбираем «Материально ответственное лицо». Срок. Срок у нас 25 месяцев. И далее налоговый учет тоже 25 месяцев. Но у нас вот эти данные не заполняются, поскольку у нас этот ноутбук был принят к учету аж в 2011 году. И здесь мы указываем, когда именно он был принят к учету. То есть 20 апреля 2011 года. То есть название документа у нас «Авт приема передачи», номер документа 20. И можно нажать «Ок». И, соответственно, вот у нас по администрации одно основное средство «Ноутбук Аса». И тоже здесь «Ок». Таким образом мы внесли два основных средства по счету 0.1. Следующий входящий остаток – это входящий остаток по счету 10 материала. Находим здесь счет 10, встаем на него. И опять нажимаем «Вести остатки по счету». И точно так же нажимаем «Добавить». Материалы у нас эти будут учитываться на субсчете 1, потому что это основные материалы, которые используются для производства продукции. Заходим в номенклатуру. И поскольку это у нас материал, мы выбираем папку «Материалы». Сюда нам нужно добавить наш материал. «Материалы» – это мука. Мука у нас измеряется в килограммах. Соответственно, выбираем единицу измерения – килограмм. И после этого можно нажать «Ок». Выбираем муку. Количество у нас 1250 килограмм, цена 12 рублей. И, соответственно, общая стоимость – 15 тысяч. Нажимаем «Ок». Далее у нас есть дебиторская задолженность ООО «Торговый дом». Дебиторская задолженность, которая учитывается на счете 62. Находим здесь счет 62. Даем на него и нажимаем «Вести остатки по счету». Тоже нажимаем «Добавить». Счет 62. Ну, это у нас дебиторская задолженность, соответственно, субсчет первый. То есть это нам должны, покупатели нам должны. Далее «Контрагент» у нас ООО «Торговый дом». Здесь больше никаких данных я вносить не буду. Естественно, на практике, на предприятии вы вносите и заполняете все вот эти закладки. А здесь мы заполним с вами только договор. Договор у нас номер 40 от 10-го, 12-го, 2012-го года. И смотрите внимательно, чтобы вид договора был именно с покупателем. Валюта расчетов у нас рубли. И можно нажать «Ок». И «Документ расчетов». Здесь можно просто выбрать новый документ расчетов и отразить его. Сумма у нас по заданию 30 до 54 тысячи. И можно нажать «Ок». Следующий – это у нас кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность ООО «База» по договору номер 30. Тоже давайте внесем эту задолженность. ООО «База» – это у нас поставщик. Соответственно, мы будем выбирать счет 60 расчета с поставщиками и подрядчиками. Нажимаем «Вести остатки по счету». Нажимаем «Добавить». Счет учета у нас будет субсчет первый, поскольку это у нас кредиторская задолженность. «Добавляем» и добавляем нашего контрагента в ООО «База». И здесь мы тоже внесем только договор для ООО «База». И здесь сразу смотрите внимательно, у нас выходит договор с покупателем. То есть это неверно. «База» у нас поставщик, поэтому нам нужно поменять на вид договора с поставщиком. И здесь очень внимательно нужно быть для того, чтобы правильно выбрать вид договора. Если вы выберете вид договора неправильно, у вас могут быть серьезные ошибки. И сумма 236 тысяч от 20-го, 12-го, 2012-го. Ну и здесь тоже выбираем просто новый документ расчета. И после этого нажимаем «Ики». Продолжаем носить ходящие остатки. И следующий остаток у нас – это остаток по счету 80 в уставный капитал. Ищем счет 80. Встаем на него и нажимаем «Вести остатки по счету». И нажимаем «Добавить». Здесь мы выберем счет 80-09, потому что первый и второй субсчет – это для акций. То есть это для акционерных обществ. У нас не акционерное общество, у нас ООО. Поэтому мы выбираем прочий капитал. Два раза щелкаем левой клавишей мыши. Здесь в субконте нам нужно указать, кто у нас является учредителем. Учредителем у нас является Маслов Максим Михайлович. И вторым учредителем является ООО «Бубочка». Но они здесь у меня просто внесены уже. Выбираю Маслова. И остаток по кредиту. Маслова у нас 80% уставного капитала – 240 тысяч. И сюда же второй строчкой нужно внести второго учредителя – это ООО «Булочка». То есть опять нажимаем «Добавить». Опять выбираем счет 80-09 и выбираем булочку. Название очень аппетитное. Здесь у нас 60 тысяч. И после этого мы можем нажать ОК. И итого у нас уставный капитал на 300 тысяч рублей. Далее у вас в рабочей тетради есть также остатки по счету 84. Чистая прибыль – 600 тысяч. И резервный капитал – 38 тысяч. Это что касается капитала. Давайте их тоже внесем. Чистая прибыль – это счет 84. Добавить. Еще раз добавить. Счет учета у нас будет 84.01 – прибыль, подлежащая распределению. Субконт здесь не указывается. У нас остаток по кредиту, поскольку это у нас прибыль. Если бы у нас по условию был бы убыток, то мы бы тогда заносили вот сюда остаток по дебету. А так у нас все нормально, у нас прибыль. И мы ее заносим по кредиту. 600 тысяч. И, соответственно, нажимаем ОК. И сюда же можно не выходить, прямо отсюда добавить еще один счет по капиталу – это резервный капитал. У нас, хотя ООО и резервный капитал, в принципе, предприятие может не образовывать, но оно образовало его по желанию. То есть у нас общество с ограниченной ответственностью, они могут не образовывать резервный капитал. Это только на усмотрение предприятия. Нажимаем Добавить. Еще раз Добавить. И выбираем, соответственно, резерв. Резервный капитал. Поскольку это у нас не резерв образованной в соответствии с законодательством, мы выбираем вот этот пункт – резерв образованной в соответствии с учредительными документами. Если бы у нас было акционерное общество, тогда бы мы выбирали первый субсчет. Ну и данный счет, он пассивный, остаток, естественно, будет по кредиту. Остаток у нас составляет 38 тысяч. И после этого можно нажать «Экей». Ну и последние остатки – это у нас остатки по счетам денежных средств. У нас есть денежные средства в кассе 10 тысяч и денежные средства на расчетном счете 535 тысяч. Внесем их тоже. И для того, чтобы внести счет, вернее, остатки по счету 50, нам нужно найти его, вставим на него и нажимаем «Вести остатки по счету». Нажимаем «Добавить» и выбираем 50-й счет. Но здесь у нас будет 50.01 – это касса организации. В конте здесь не вносится. Сумма остатка у нас – 10 тысяч. И нажимаем «Экей». И также внесем остаток по 51-му счету. Убираем 51-й счет. Здесь можно выбрать субконт, наш основной счет, который мы наносили до этого. Сумма остатка – 535 тысяч. И тоже нажимаем «Ок». И посмотрите, у нас сальда. Сальда по дебету начальная, сальда по кредиту. У нас данные суммы равны. То есть мы все правильно сделали, правильно внесли эти остатки. И после этого мы можем отсюда выйти. Наши остатки уже внесены в программу, и мы можем начинать работу.